Ходячие Ньюс Анжела Канг с уверенностью отвечает «Великолепно! Каждый сезон для нас как своеобразный вихрь, и на этот мой первый сезон фанаты, похоже, очень хорошо реагируют, и мы это ценим. Я уже работаю над 10 сезоном», признается Канг. Да, пока мы погружены еще в текущий сезон, и я буквально только что отвечал на несколько звонков прессе по нему, но сейчас я и несколько моих старших сценаристов собираемся вернуться и погрузиться с головой в будущее истории. Вообще, мне иногда кажется, что этот процесс вообще никогда не заканчивается в моей голове, потому что среднем на сезон нам нужно полтора года, и мы уже в работе. Канг не раскрывает никаких конкретных планов на новый сезон, но она точно хочет, чтобы в него вернулась Лорен Коэн, Мэгги. Мы надеемся вернуться к истории Мэгги в 10 сезоне. Я и Лорен обсуждали некоторые моменты, как группа Джорджи может поучаствовать в дальнейшей судьбе проекта, и какова ее роль во вселенной Ходячих мертвецов. Это, конечно, больше полномочия Скотта Гимпла, но по нашему мнению, в мире вокруг наших персонажей много чего еще происходит, и это-то как-то пересечется с нашей историей. Итого, на 10 сезон все-таки думают сценаристы, и он определенно будет, поскольку 9 сезон закончится, вероятнее всего, на жирном клиффхенгере, который нужно будет потом как-то разрулить. При этом, сам канал AMC официально пока не продлевал проект на 10 сезон, и, возможно, снова думает над какими-то преобразованиями. Вообще, AMC в последнее время не продлевает свои проекты очень быстро. В прошлом году Ходячих продлили на 9 сезон только в феврале, вместе с преобразованиями на постах продюсеров сериала. То же самое было и с BHM, который продлили только в августе этого года. Возможно, боссы канала снова продумывают какие-то перестановки, потому что шоу теряет аудиторию, и, например, последняя вышедшая 7 серия шоу собрала самую маленькую аудиторию за историю шоу. В принципе, это было прогнозируемо после ухода из проекта двух главных героев, Эндрю Линкольна и Лорен Коэн. Вторая новость лично для меня грустная. Все наши с вами мечты, что после Рика его место займет Ниган, разбились как лед об гранит. Во втором сезоне будет очень мало Нигана. По словам Анжелы Канг, в последние два года Ходячие и так слишком много были сосредоточены на Нигане и Спасителях. Когда я приступила к работе в этом сезоне, со сценаристом я подумала, хорошо, мы как бы рассказали эту главу истории, поэтому давайте посмотрим, а каковы теперь другие персонажи сейчас. Ниган и его наследие – это то, что действительно тяжело переносят наши герои. И я захотел рассказать эту историю уже через них. Да, во многих случаях их отношения будут связаны с ним, но мы хотим немного поразмыслить над его характером. Джеффри делает удивительную работу, и он это заслужил. Но я чувствую, что его история будет меньше в этом сезоне, заключила Канг. Слухи про то, что Нигана не будет почти что во второй половине сезона, ходили уже давно. Его практически не видели спойлерщики на съемках, да и сам Джеффри в основном это время проводил или на телешоу, или дома на ферме со своими любимыми альпаками. В комиксе Ниган сыграл очень значимую роль в развязывании войны с шепотами, и даже потом принимал в ней активнейшее участие. В то же самое время, скорее всего, как таковой войны в сериале в этом сезоне точно не будет. Войне будет посвящена добрая половина десятого сезона, если не весь сезон, и держу пари, уж там-то нашему-то Нигану дадут воле разгуляться. Наконец, третья новость, скорее всего, даже и не новость, а просто теория. Шестилетний перерыв The Walking Dead привел к тому, что самым близким оставшимся в Александрии для Мишон стал никто иной, как Сиддик. Некоторые фанаты, в том числе и я, думают, что это неспроста, и их отношения могут вылиться во что-то побольше, учитывая, что Мишон осталась одна, а арка Мэгги и Данте из комиксов пока не воспроизведена никак. Но сам актер Ави Нэш говорит, что отношения у них все-таки скорее семейные, а не романтические. Они оба объединены преданностью Рику, и когда он ушел, оставшийся член Александрии, Джудит и Мишон де-факто стали семьей Сиддика, говорит актер. С другой стороны, семейные отношения также могут означать и что-то большее, чем походы до Хиллтопа, и странно бы было, если бы актер заранее заспойлерил такой интересный поворот событий. По словам Эндрю Линкольна, все-таки его герой уже точно никогда не вернется в проект в привычном виде. Так почему же тогда Мишон должна до конца дней своих быть монашкой, что ли? Ну что ж, это все, что я на данный момент откопал по поводу новостей о будущем сериала. Что-то здесь более грустно, вроде новостей про Ниган, что-то более-менее нормально. Все-таки 10 сезон, скорее всего, будет. Я уверен, на это, можно сказать, на 110%. Все равно те рейтинги, что сегодня дает сериал, они являются очень и очень высокими по сравнению с другими сериалами, которые выходят в это время. Поэтому, я думаю, паниковать пока нету никаких поводов. По крайней мере, я думаю, что свои 3-4 миллиона сериал будет держать как минимум в этом сезоне. Ну а пока, спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, делитесь роликом с друзьями, ну и да пребудет с вами сила великого Нигана. Всех благ и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!